Хорошая щука. Я говорю еще бы щетульку и она бы ушла. Вот друзья блин отличная щука. Друзья отличная щука. Вот смотрите сами. Сейчас я вам все покажу. Суперская щука. Хочу открыть одну маленькую секрет. Ну как секрет. В общем этому багру, чтобы вам не соврать, лет 10. И в первый раз в жизни я им воспользовался. Вот реально. Какой раз в жизни. Он тупо лежал в шарабане. Ну блин он помог. Да она наевшаяся. Да. Ну здорово. Ну что Дениска. Теперь за живцом еще надо бегать. Слышишь? Да. Опа за малым. Ну все. Да качев. Не стоит бежать. Да не бежать уже не стоит. Друзья. Сегодня впервые пользуемся вот такими жерлицами. Вот купили с Дениска 10 штук для этого. Ну для тестирования. Вроде ничего на самом деле. Они хорошо тем, что вот особенно сейчас много снега. Их видно. То есть несмотря на то, что как бы снежок. Обычно жерлица видно плохо. Ну где-то будет настолько, когда много снега. Тут все-таки запас большой. Катушка вот на какой высоте. Но минус один. Туговатые катушки. Я даже их подсмазывал. Но что-то как-то так не особо это помогло. И большая катушка. Флажок не облегает ее. Ну срабатывает. Но здесь есть вот такой вот тормоз. Вот. Оп. Не знаю как он. Я не помню ставил я тут не ставил. Ну так вот я когда подбегал. Последние витки вот были. Туговато она так. Крык-крык. Ну тем не менее. Тем не менее. Детка мне кажется маловато. Ну не знаю. Дениска тут настраивал какие-то жерлицы. Ну ладно все друзья. Заряжаемся. И продолжаем рыбалку. Подождем. Ху бля. Ходить конечно крайне тяжело. Скажи. Есть такое дело. Не. В некоторых местах нормально. Но в некоторых очень плохо. Прям выход. На донку. Одна, вторая. На жерлицу вот эта хорошая и вот эта. Ну что-то не мотает. Но здесь конечно опасно. Здесь море, море за коряг. Просто здесь все. Коряга здесь такие дебри. Ну видно тоже залетая вот. Ну это не крупная. Да, есть такая вероятность. Если ничего-то не берет, то не крупная. Потому что крупная. Вату не катает обычно. Ну вот она просто сбила. А нет что-то. Как будто бы есть. Да, есть Дениска. Блин, кстати есть. А кстати есть. А зацеп. Вот и все. Блин, кстати было. Ну что-то какая-то лесочка Дениска слабенькая. Новая? Да. Если честно. А так ее чисто проверить сейчас вот. Как ему? Как ты любишь? Как я люблю. Дай-ка чего сейчас вы привезли. У нас видишь какая беда. Рыба была. Тык-тык дергалась. Как думаешь, большая? Да. Нет, чисто предположение. Да огромная Дениска. Да огромная Дениска. Вот это моё предположение просто огромное. Не знаю Дениска. А много ли она оторвалась? Да нет. Она я тебе скажу немного то и смотала. Надо работать ее тогда. Немного то она и смотала. Вот потери. Хоть бы одна рыбалка без потери, да? Не, у нас так не проходит. У нас так не проходит, ты прав. Это ты прав. Ну что ж. И на этом спасибо, да? Жалко. Жалко. Ну что я могу сказать? Здесь очень обрывистый берег. То есть уже под берегом идет глубина. То есть нет такого, что какой-то там легкий такой идет слава. Нет. Сразу глубина. Все вот это на болоте. Повеснее иногда подтапливает соответственно при подъеме воды. Все это падает. Плюс бобры. Раз хата. Но она уже видно заброшенная. Вот здесь одна хата. Там была вторая. Бобровые хаты. Там еще внутри. Тут ручей. Раз ручей. Два ручей. Там три ручей. Четыре ручей. То есть тут. Такая она очень. Сработка. Сработка. Очень интересное озеро. Тем, что очень много ручеев и втекает и вытекает. Здесь рядом идут множество ламбин. И вот с них они короче. Они все тут соединены. Ну и соответственно здесь повсюду коряжник. Глухой коряжник. Потому что иногда балансир просто даже не протолкнуть. Ну вот. Вы видите сами. Ну что ж. Идем на базу. На базу. Друзья. Хочу вам рассказать небольшую историю. В общем мы тут на днях были на рыбалке с Максом, с Дениской. Ну рыбалка была так себе если честно. Мы ничего толком не поймали. Поэтому ну снимать в общем нечего было такого интересного. Ну были моменты. Вот. Решили вот мы рассказать о ней. В общем у нас сломалась динго. Ну Макса это мини снегоходик. Он сломался. Мы его тащили просто там на хребте. Ну все это вы увидите. Вот друзья такая беда. Оборвал овал. Ну мы ждем короче это. Мы протащили метров пятьсот. Сейчас ждем фиксиков. В общем надеемся что они пока мы пьем чай. Они починят ее. Ой устали как они. А вот виновник всего этого говна как обычно. Фу. Не знаю не знаю. Ну как должен? Фиксики помолкнуть? Нет? Ой. Ну кто то едет вот там. Мы надеемся что нам помогут. Потому что нам еще очень далеко тащить. Вон туда им. Пусть спасатель Малибу подъедет. Пошла родимая. Все друзья. Надеюсь наше мучение пока закончено. Идем пешком. Пусть спасатель Малибу подъедет. То есть такие. На счет этого были приключения конечно интересные. Вот такая вот история. Опа. Опа. Крякнуло даже. Смотри. Крякнул этот стопор. Друзья. Только вот Дениска сидел. Это Денискина Донка. Я взял у него. Ну думаю посижу тут. А вот такой вот чупарец. Отпускаем его обратно. Давай. Вот кто то какая агрессивная. Ну давай. О. Вторая отсюда. А? Вторая отсюда. С этой лунки? Ну. Может та же самая? Нет. По кругу не было. Да? Не ожидал. Даже это. Хряпнул это. Ну что интересно друзья. Вокруг вот. Раз. Два. Три. Стоят жерлицы. У меня там так же было. Что там такое? А. Там трава. У меня так же было на той. Сзади меня жерлица. Щучка. Щучка попадает на балансир. О. Кстати. Ты в курсе у тебя сломан? Он давно сломан. Так он уже не работает как балансир. Он работает отлично вообще. Да блин. Как ты с утра бачишь? Ну как то так. Вот. Тут она походу еще и до дна не доходит. Из-за травы. Вот там где то среди травушки. Хоп хоп торпедочка. Ну да. Корпедка. Или как подписчик сказал. Напильник. Напильники. Да да. Ну такие да интересные напильники. Ну смотри. Среди напильников. Есть и не напильники Денис. Есть уже рашпили. Рашпили конкретные. Да. Ну что. Костерочек. Перекусим. И займемся наверное мы еще попробуем поискать окуня. То есть щучкой понятно. Надо определиться. Сок у нем не понятно. Нет. Сок у нем тоже понятно немного. Надо искать. Так вот. Ходить сложно. Нет. В каких то есть местах нормально ходишь. Прям аж было это. Хорошо. Ну еще смотри подвале на снегу. Хоть и в этом году все говорили что снегу немного. Но. По итогу. К концу зимы его будет. Ну я хочу он. Как обычно. Сколько эти месяцы дадут. Блин. Тебе на эту да. Можно вообще. Таких крокодилов вытаскивать. Да. Ну только что не лютой зимой. Она тут обмерзнет себя как трос будет чекерный. Ну да. Плетенки это минус конечно большой. Ладно. Что оставить так Денис? Да пусть стоит. А если. Я по контролю все четко. Я побегу. Навернусь. Упаду. Ну ладно. Друзья перекусим. Дениска забыл снова ложку. Вот смотрите. Это из ряда вон выходящий случай. Это нормально уже. Кушать охота. Вот так вот попробовал я. Сосиску. Разыгрался аппетит. Кушать реально охота. Ну уже 12 час. Ну это как зачерпнешь так зачерпнешь. Вообще никак. Сейчас перекусим друзья и пойдем искать. Окуня да. Повечем этого врагау. Может что-нибудь найдем. Зря пришли. Зря пришли. Ладно поставим живого. Или поставим обратно этого. Пусть он тут стоит. Вот минус катушки. Видите. Она очень. Очень. Тугая. Так. Открыть то она его открыла. Но что-то я не вижу. Чтобы здесь что-то. Мотало. Катушка конечно крайне тугая. Не. Просто сбил. Вот. Друзья. Еще один. Я эту лунку просверлил и побежал. Смотреть это. Сработка была. Даже не попробовал. И только вот сейчас вернулись. О. Какая кромочка. Ну какие хорошенькие окушочки. Посмотрите. Хорошие реально окушки. О. О. Друзья. О. Смотрите какой. Пришли. Ну что ж надо качать эту луночку. Пробовать. По максимуму. О. Друзья. У нас еще одна сработка. Вот там, 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 там. Денисович. У нас опять сработка там. щука не дает планы пусть там заглатывать еще чуть-чуть попробуем с этой лункой разобраться ты посмотри щучка начала двигаться ну вот этот край молчит где мы тут базируемся а тот край работает да далеко вам не показать ходить на самом деле очень тяжело плен загибается так на этот не крупный ну так слушаю разлифтовалась немножко это лунка этот не крупный но он тут как-то интересно загибается так сильно тянешь думаешь что вообще кабаны топали блин себя находимся так будет приятная усталость мелкий выскакивает слонки опа денисыч друзья еще одна сработка блины тут клюет и что делать интересно это становится интересно а подымая подбрасывает подбрасывать балансирчик чё гришь да блин нифига тын 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 клюй как мужик ты посмотри нифига не могу подсечь хоть убей пошли так сюда наверно блин поклевывает но надо идти коряжник то мы вернемся обязательно что а это ничего потому что она не размозна я понимаю что там жует бережу сорта откуда то там оттуда ну чуть-чуть мотнула это не считается так и бажутся руки все зацеп нечего-то пошло пошло еще зацеп но этот уже точно не погнали на ёшкин кот посмотрите вот результат все что-то как-то рвется она легковато 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 летка в виде соответствующая ну да жаль что-то шелохнуло что-то шелохнуло что-то шелохнуло блин если это все зря будет это как ооо у меня что-то шелохнуло вот поняти ну друзья еще один что-то долгое затишье было в денивке что-то шелохнуло 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 и все шелохнулось я говорю не сразу берет как как он еще показать ну конечно ты же тут зайдешь туда куда не надо ты в моей лунке сидишь ну да официально 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 это шарабана где бы еще попробовать поураганить так друзья еще одна лунка давайте посмотрим что тут у нее есть хорошего ага сверлю рядышком все они тут у меня далеко не отхожу от этого места вроде как концентрация есть окуня но все не могу дойти до базы чтобы одеть поводок лишь бы не было щуки тогда будет беда а вот и она фу блин она сошла друзья она сошла это хорошо ух 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 это была бы беда у меня в прошлый раз было две такие лунки опускаешь буквально 3-4 качка щучка и больше ничего то есть уже не окуня не повторных там щучьих приходилось уходить сразу ну 5-10 минут и уходишь потому что нет смысла сидеть рядом сверлишь буквально там 4 метрах все начинает брать щука ой начинает брать окунь ну все она кольнула и свалила это радует и выход щуки закончился флажки молчат ну что ж попробовать еще одну ходил ходил ничего на массовинку пришел что-то вроде тыкнуло еще попробую может не один точно не один ох ты господи мелочь мелочь на массовинку что е в 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 м в в метра два полтора бережка уже глубоко там чуть дальше сходил вообще убит мелочь так друзья все рыбалка подошла концу ну в целом мы неплохо поймали то есть была щучка неплохая такая на жерличку на самолова очки были войны самого очень на донку были но отпускали одну взяли неплохие окушочки брали ну в этот раз мелочь немножко побольше уже атаковала чем прошло ну в общем и целом неплохо неплохо две потери по самоловкам были за затащены в зацепы вы увидели там такой лютый коряжник ну не то что прям лютый лютый но он есть балансиры я оторвал один раповский хороший жалко конечно ну ладно спрятал короче если что я его там спрятал знаете координаты скину потом найдете так что все давайте всем удачи всем пока ставьте лайки подписывайтесь